С вами канал «Учебник вслух». История средних веков, 6 класс. Тема урока «Возникновение и распад империи Карла Великого». Карл Великий. Целых 46 лет, с 768 по 814 год, франкским королевством правил сын Пипина Короткого Карл, прозванный Великим. Карл был человеком высоким, сильным и выносливым. Он умер в возрасте 70 лет, то есть прожил необыкновенно долгую по тем временам жизнь. Современники видели в этом свидетельство того, что он избран Богом. В средние века о Карле Великом было сложено много легенд и песен. Писатели и хронисты прославляли его боевые подвиги, справедливость и мудрость. По латинской форме его имени, Карлус, правители европейских стран стали называть себя королями. Войны в Италии и Испании. Покорение саксов. Почти ежегодно Карл во главе Большого войска выступал в далекие походы. Вновь помогая папе против лангобардов, франки дважды переходили высокие Альпы и вторгались в Италию. Разгромив и пленив короля лангобардов, Карл присоединил к своим владениям большую часть Италии. Несколько раз Карл водил войско в Испанию. Войны с арабами шли с переменным успехом. Карлу все же удалось завоевать небольшую область к югу от Пиренейских гор до реки Эбро. Самой длительной и тяжелой была война с племенами саксов, проживавших между Рейном и Эльбой. Карл совершил восемь походов против саксов. Саксы, незащищенные доспехами, шли в бой нестройными толпами. Имея сильную конницу и хорошее вооружение, франки побеждали их в битвах. Но как только франкское войско уходило, саксы восставали, жгли и разрушали построенные в их стране крепости и монастыри, опустошали приграничные местности. Карл принуждал саксов принимать христианскую веру. Он ввел в их стране жестокие законы. За малейшее неподчинение королю, за отказ от крещения или отречение от христианской веры грозила смертная казнь. В ответ на очередное восстание Карл приказал казнить четыре с половиной тысячи пленных. Он стал массами переселять саксов во внутренние области своего королевства. Но и эти жестокие меры не помогали. Свыше 30 лет саксы мужественно отстаивали свою свободу. Только потом Карл привлек на свою сторону подарками и наградами многих знатных саксов, которые стали поддерживать завоевателей. Саксония была поделена на графство. Знать, епископы и монастыри получили в завоеванной стране обширные земли – империя Карла Великого. К концу правления Карла под его власть попали многие племена и народы. По размерам территории Франкское королевство приближалось к прежней Западной Римской империи. В 800 году Карл прибыл в Рим и был провозглашен императором. Папа в храме возложил на его голову императорскую корону. Обряд коронования с участием высших священнослужителей с тех пор стал распространяться в Европе. Как вы знаете, после гибели Рима центр Великой Римской империи переместился на восток, в Константинополь, столицу Восточной Римской империи. Новый титул Карла делал его равным императору Восточной Римской империи. Теперь Карл стал повелителем почти всего западного христианского мира с центром в Ахине. Именно расширением христианского мира оправдывались завоевательные походы императора. Карл, управляя подданными, разъезжал со своими приближенными королевским двором по всему государству. Дважды в год император собирал совет высшей знати, светской и духовной, и с их согласия издавал указы. На местах по-прежнему правили графы. Для контроля над ними Карл рассылал по всей империи государевых посланцев из близких ему людей. Главную часть войска империи составляла конница. Вооружение конного воина стоило намного дороже, чем ополченца. Поэтому, хотя пешее ополчение из крестьян еще сохранялось, регулярное войско состояло теперь из всадников. Каролинкское возрождение Для управления обширной страной Карлу Великому нужны были грамотные чиновники и судьи. Он понимал, чтобы возродить Римскую империю, нужно возродить культуру и, прежде всего, античные знания. При нем начался подъем культуры, которую историки назвали Каролинкским возрождением. Карл Великий приглашал к своему двору образованных людей из Италии, Испании, Англии, Ирландии, приказал открыть школы при больших монастырях. Ведать школами он поручил англосаксонскому ученому-монаху Алкуину. Алкуин не только организовал обучение, но и написал первые учебники. При дворе Карла в Ахине возникло общество для научных занятий – Дворцовая академия. Так называлась школа древнегреческого философа Платона. Здесь Карл и его семья, придворные, учителя и ученики школы обсуждали произведения церковных и античных авторов, а также созданные членами самой Дворцовой академии, хроники и биографии. Император знал языки покоренных народов, латинский язык. Он держал под подушкой новощенные таблички, чтобы в свободное время приучить руку выводить буквы. Но писать так и не научился. Карл строил много каменных дворцов и церквей, но сохранилась только Ахинская капелла. Образцом для нее послужили поздние римские постройки. Каролинкское возрождение быстро угасло после смерти Карла Великого. Как и почему распалась империя Карла Великого? Франкская империя существовала недолго, потому что была непрочной. Многочисленные народы, завоеванные франками, подчинялись лишь силе оружия. Они продолжали жить по своим обычаям и говорили на разных языках. Карл Великий понимал это. Опасаясь, что его род потеряет эти огромные владения, он в конце жизни поделил империю между сыновьями. Наследники Карла непрерывно воевали друг с другом. В 843 году три внука Карла Великого заключили в городе Вердене договор о разделе империи на три части. Императором стал старший внук Лотарь. Его имя сохранилось в названии провинции Лотарингия. Позднее на каждой из частей бывшей империи образовались большие самостоятельные королевства – Франция, Германия и Италия. Однако и эти государства вскоре распались на крупные владения, а те, в свою очередь, раздробились на множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности – IX-XI века. Франкская знать сначала поддерживала королей, они помогали ей захватывать земли и крестьян. Но теперь она не нуждалась во власти императора. Крупный феодал был не беднее короля, да и с крестьянами мог справиться без его помощи. Аристократы теперь считали королей только первыми среди равных. Подарок халифа Во времена Карла Великого в Европе появилось живое чудо – белый слон. Эти животные со времен военных походов Ганнибала и Александра Македонского были забыты европейцами и казались им чем-то вроде мифического единорога. Документы утверждают, что единственного слона императору подарил багдадский халиф Харун-ар-Рашид – герой сказок «Тысячи и одной ночи» в знаках союза против общих врагов. О слоне писали все летописи империи. Каждый день его жизни обсуждался как событие государственной важности. А придворные ученые сделали для себя массу открытий. Например, установили, что слоны умеют лежать. Однако прожила живая игрушка недолго. У Карла Великого была привычка во все поездки брать своих любимых – и семью, и друзей, и слона. В одном из путешествий в 810 году слон и умер, то ли от эпидемий, свирепствовавших в государстве. Продолжение следует...